Привет! Как дела? Сегодня расскажу вам о том, как в Лондоне проходит Китайский Новый Год. В этом году Китайский Новый Год отмечается 25 января, это суббота, а в Лондоне парад и основное празднество будет проходить в воскресенье 26 января. Итак, что же из себя представляет Китайский Новый Год в Лондоне? В Лондоне Китайский Новый Год отмечается праздничным парадом по всему району Чайна Таун, который украшен тысячами китайских фонариков, а также он возвращается на Трафалькарскую площадь, где и проходит основное действие, в котором участвуют фольклорные китайские коллективы, поют песни, танцуют, какой-то проходит танец драконов, это, я так поняла, основная часть. Танец дракона желает всем абсолютно людям, которые увидели этот танец, счастья, мира и добра, ну что-то такое. Кстати, если вы не были в Чайна Тауне, обязательно сходите туда в Китайский Новый Год или просто прогуляйтесь, там очень красивые такие китайские ворота, и очень много всяких кафешек и ресторанов, где можно попробовать китайскую кухню. Я очень люблю ходить туда в буфет, где платишь за вход и набираешь на тарелку всё, что ты хочешь, и можешь есть до бесконечности. То есть ты съел одну тарелку, пошёл, наполнил ещё. По-моему, в районе 20 фунтов сейчас это стоит. Но я очень редко туда хожу, но иногда бывает, там раз в три года была. Очень вкусно, я там всегда беру королевские креветки, очень вам рекомендую. Ну и помимо этого люблю приготовленную по-пекински курицу. И много-много всяких там различных блюд, которые можно попробовать именно в Чайна Тауне. В параде принимают участие локальные китайцы, то есть китайцы, которые живут в Лондоне, а также все лондонцы и туристы, которые приехали посетить Лондон в этот день. Парад проходит красочным шествием китайцев, наряженных в различные костюмы. В основном это восточные костюмы, львы, драконы. И помимо всего этого основным в параде считается танец дракона, который растягивается там где-то на 15 метров. Такая целая конструкция, которой оперирует человек 15. И они реально знают, как куда повернуть тело дракона, чтобы получился такой вот красивый танец. Вот посмотрите, как это происходит. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Помимо этого, однажды рядом с Лестов Сквей стояло такое дерево счастья, дерево желаний, где висели такие разноцветные мешочки. И рядом стояла корзина, можно было взять этот мешочек и закинуть наверх, на ветку. И там написано, если вы хотите, чтобы ваше желание исполнилось, возьмите мешочек, загадайте желание и попробуйте закинуть на дерево так, чтобы мешочек повис на ветке. Если он повиснет на ветке, значит ваше желание сбудется. Но я не решилась тогда попробовать. Тогда, когда я уже решилась попробовать, дерево уже было все в мешочках и мешочков больше не осталось. Помимо этого, в субботу в самом Чайна Тауне проходит такой танец львов или драконов. Я не знаю, какие огромные шапки льва или дракона надевают танцоры и исполняют танец льва. Ну, наверное, львы, это китайские львы. Исполняют танец льва перед каждым локальным магазином в этом китайском райончике. Тем самым, как бы, желая счастья и добра, и процветания вот этому бизнесу. И, по идее, хозяин этого магазина должен как-то отблагодарить этого льва за то, что он принес вот такие вот пожелания его бизнесу. Ну, это вот из той серии, что я видела своими глазами. Помимо этого, в Чайна Тауне в сам день парада располагается такой локальный рыночек, где продают всякие китайские сувениры. Это в основном такой растягивающийся на палочке дракончик. Львы, опять же таки, и вот эти вот кошечки китайские, которые тоже желают счастья, и фонарики. Фонарями вообще в день празднества украшен практически весь центр города. На Трафальгарской площади очень много фонарей развешено, и это считается основным символом китайского Нового года. Кстати, по лунному календарю в этом году наступает год крысы, и я думаю, что в этом году ожидается очень много костюмированных нарядов мышей, крыс, а также сувениров. Однажды, когда я шла на китайский новогодний парад от себя из Кенсингтона через Гайдпарк и Дэмол, главная улица, которая ведет к Букингемскому дворцу, там снимали какой-то фи. Это было очень рано. По-моему, парад начинается в 9 утра, и мне надо было прийти пораньше, потому что огромные толпы собираются на параде, а так как я фотограф, мне надо прийти и занять нужное для меня место, поэтому я прихожу там к восьми, к полвосьмому. И вот в это время, где-то в районе 7 часов я была на Дэмол, там снимали фильм, как я потом узнала, под названием «Корона», то есть тот сериал «Кроум», который я вот только начала смотреть. Уже очень много слухов ходит о нем, надо, думаю, посмотреть, что это за сериал. И вот там, как я уже поняла сейчас, снимали принца Филиппа, который ехал на машине, видимо, в Букингемский дворец. И вдоль всего Дэмол не было ни одного человека из современной культуры, то есть всех расчистили, никого не было. Ну и как бы все фильмы снимают рано утром в Лондоне или ночью. Так как я обучалась на режиссера фильма и знаю уже всю эту лондонскую жизнь, в основном снимают в 4-5 утра. Если режиссеры хотят видеть пустые улицы, не захламленные современными гражданами. А это было начало 20 века, и, естественно, одежды и машины абсолютно другие. Ничего этого в фильме не нужно было, поэтому вот всю дорогу эту очистили от машин. Ну, там никогда никто не паркуется, но просто, видимо, перегородили, чтобы не было движения в этот день. И ни одного человека не пускали помощники режиссера на эту улицу. Мы шли вдоль этой улицы, ну, если мы хотели куда-то попасть. И вот камеру поставили на машину принца Филиппа, принца Филиппа, ну, в смысле, актера, который играет принца Филиппа, и он что-то там вехал в руки, там снимали один, второй дубль. Я вижу люди в каких-то... Ну, для меня это было странно, потому что я сразу попала на массовку. Ну, так, то три человека стояло, то два где-то, то один. Видимо, они должны были создавать, как бы, ну, людей, которые прогуливаются вдоль этой улицы. И там много всякого реквизита валялось. В общем, что я могла поснимала. Вообще, очень часто снимаются в Лондоне фильмы. Я так видела, как Тома Круза снимали для какого-то фильма. Там взрывался автомобиль, и какие-то военные бежали там спасать, что-то такое. А также мы когда-то гуляли с друзьями и пришли уже к концу, тоже на этой же демол снимали фильм «Форсаж 5», по-моему. Ну, стояли уже машины, которые были отсняты. Ну, и люди просто ходили, фотографировали их. А в том году мы с моей подружкой из Украины планировали пойти на китайский новогодний парад, но попали на красную дорожку «Бафта». Это британский «Оскар». То есть переводится «British Academy Film and Television Award» — «Бафта». Нам удалось попасть в том году. Мы видели много знаменитых актеров и актрис, а также в том году присутствовали кембриджи. Они приехали, ну, как всегда, в окружении полицейских и уже заходили на красную дорожку прямо напротив нас. Мне удалось снять вот этот момент. Как попасть на красную дорожку «Бафта» я вам расскажу. Это, конечно, очень сложно, но вот в том году нам удалось. В этом году «Бафта» будет проходить 2 февраля. Очень скоро. Ждите, подписывайтесь на мой канал. Я вам буду рассказывать, как попадать на такие вот реально крутые мероприятия. Пока на этом всё. Не прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!